И вот нам обещают доказать, вслед за Гильбертом, что без параллельной прямой разделить отрезок пополам невозможно. Вот если у нас просто есть АВ и есть только линия и камень, то вот говорят, что это сделать в принципе нельзя. Не то, что мы еще там не придумали, а такого построения не существует. Ну а пусть кто-то когда-то придумал способ построить такие бумаги и получил середину. Тогда рассмотрим проекцию, ну то есть нарисуем на том, как везде бумаги. Рассмотрим проекцию на доску такую, что вот эта точка перейдет не в середину проекции отрезка АВ. Но прямые остались, три проекции переходят в прямые. Но и поэтому, соответственно, такое построение невозможно. Вот, да. Такое нам предлагают доказательства. Ну а теперь вопрос. Кто считает, что он понял это доказательство и доказательство правильное? Да, хорошо. Но давайте я тогда открою секрет некоторым. Скажу, что доказательство, я бы сказал так, что оно может быть исправлено. Но тут есть некое, наконец-то есть проблема. И вот эту проблему мы обсудим. Есть такое правило дискуссии, которое, к сожалению, не соблюдается. Особенно оно не соблюдается, когда обсуждаются какие-то острые политические вопросы. Правило стоит в том, что прежде чем человек начинает возражать, он должен пересказать то, что ему говорили. И должен, по крайней мере, убедить своего собеседника, что он понял то, что ему говорили, а не просто вообще-то, скажем, что он пришел. Поэтому я сейчас попытаюсь, прежде чем начать возражение к этому доказательству, я попытаюсь его повторить. И тоже, как след за вами, скрыть то место, где... Давайте я повторю это рассуждение, как если бы оно было правильно. Во-первых, что такое проекция? Значит, это такое трехмерное действие. Представим себе, что у нас имеется, ну, какая-то картинка на стекле. И лампа, называемая центром проекции. А здесь что-то такое нарисовано. А внизу есть стол. Тогда в чем состоит проекция? Значит, это стекло оставляет тень. Ну, я уже там, конечно, не могу красиво написать, но будет какая-то вот такая вот. И это, значит, какая терминология? Значит, это называется центральная проекция, это называется центр. Теперь берется каждая точка Х. Она отображается в точку, которая получается... Так, мы проводим этот луч. Ну, прямой мы проводим. До пересечения с этой точки. Это будет образ. Образ Х. Нужно говорить, что Х проектируется в этот образ. А не надо говорить, что Х проектируется в этот образ. Тем не менее, у нас Х есть образ. Мы у каждой точки берем ее образные проекции. Ну, и они тоже образуют так. Такой вот это тень. Ну, на самом деле, технически неправильно говорить о тени, потому что, если я оттекло не ну как-то, то дальше это стекло, продолженное, оно попадет и под стол тоже. Но оно как-то наклонное, значит, оно там пересекается. То есть, где-то дальше, на самом деле, у нас будет не тень, а мы возьмем точку Х, и, наоборот, она будет пересекаться вот здесь. Ну, у меня плохо получилось, но понятно, что... Так. На океанте себе представлять тень, надо было реально тень может быть как-то дальше этой точки. То есть, формально, нам просто проводим прямую, это пересечение. Теперь. Те, кто изучает эксперимент, прямую это объяснится. Почему, если возьмем здесь прямую, нарисуют на стекле прямую, то тень от этой прямой будет тоже прямой? Как это объяснить в терминах стереометрии? Ну, а... Ну, давайте я скажу. Значит, на самом деле, вы можете это... Я думаю, это легко поверить. То есть, если вы на стекле нарисуете какую-то прямую линию, то тень от нее тоже будет прямой, даже если проекция прорисует как-то косо. Но как это формально доказать? Если у нас есть прямая и точка, то что можно сделать с ними? Да. Построить плоскость, нападающую случайно. Можно провести через эту прямую точку, всегда можно провести плоскость. Вот будет такая плоскость. И дальше, по определению проекции, нам нужно эту плоскость пересечь. Ну, вот каждый луч, он продолжается в этой же самой плоскости. И поэтому эти все лучи упадут на пересечении вот этой плоскости с плоскостью стола. Ну, и чем надо воспользоваться? Что пересечение двух плоскостей – это всегда прямая. Ну, вот если вы стереометры уже проходили, то знаете, что там есть такая теорема, но если нет, то я думаю, что вы уже легко поверите. Ну, так сказать. Соответственно, что из этого следует? Что если мы здесь привели прямую линейкой, то и смотрим на самом деле на проекцию. То есть кто-то там рисует на неведомом нам стекле где-то вот эту прямую, а мы видим тип. То этот тип тоже будет прямой. Так, ну что, убедительные-то? Теперь. Дальше следующий шаг. Очень важный. Ну, что если здесь мы возьмем середину, то можно так, чтобы она перешла не в середину. Ну, это легко нарисовать так. Вот у нас имеется, вот допустим, у нас была отреза. Ну, вот в этой плоскости, в которой, как это выглядит. Вот у нас есть центр проекции. Вот у нас есть середина. Как же нужно приводить, чтобы середина осталась, чтобы тень от середины была серединой тени? Что должно быть? Ну, если эта плоскость стола будет пересекать параллельно, то она разделена пополам. Ну, а давайте мы просто созначено все испортим. И проведем как-нибудь вот так. Вот этот прямой, этот отрезок, это тим. Соответственно, если мы будем поворачивать, чтобы эта точка ушла далеко, то мы, соответственно, можем добиться, чтобы вот эта была большим, ну, а эта будет не очень большим. То есть такая теорема, что может случиться так, не всегда, но может случиться так, что проекция середины не совпадает с серединой проекции. Вот это важный был аминус. Вот вы сомневались, что… Скажу, что это надо доказать. Но я думаю, что в этой картинке довольно ясно, что так происходит. Поскольку нам не нужно так общаться всегда, нам нужно, оказывается, что, бывает такой случай, достаточно ли сорвать одну картину. Ну, конечно, вы можете правильно нарисовать, а на самом деле будет середина. Но довольно ясно, что эту точку можно взять далеко, а привести так прямую, и на этом будет больше чего-то. Ну, я не знаю, убедительно это и так выглядит, или не убедительно. Вы можете сказать, что это не по правилам геометрии, вы ничего не доказали, а только так размахивали руками. Это правда. Но, по крайней мере, ошибка не здесь. Это действительно правильная идея. Но вы можете привести опыты с лампой. Но, к сожалению, у вас тут такие лампы, от которых нет тени, поэтому ничего не можем сделать. Но, если вы проведете такой опыт дома, то вы вполне убедитесь, что такое бывает. Теперь вот я провожу рассуждение, доказывая, что я вас понял. Рассуждение такое. Вот представим себе, что здесь, на этой прямой, сделали какое-то, на этой плоскости, на стекле, сделали какое-то построение сложное, взяли то, что это десятая, и, наконец, получили середину отрезка. И теперь мы посмотрим на это же построение, что происходит в тенях. Там будет то же самое построение. Мы тоже проводили прямые, брали точку пересечения, то еще. Значит, там тоже, мы ничего не подозреваем, как построили середину отрезка. А там, в тенях, это уже не середина, а левая мишка. Соответственно, наше построение, которое было правильно на стекле, оно осталось, как бы, таким же построением на самой плоскости, но дало не тот ответ, который да. Ну вот такое рассуждение. Ну что, видит ли кто-нибудь в чем здесь трудность? Трудность.